Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Миллиарды на зарплату, дорожный фонд и сельское хозяйство в законодательном собрании принимают поправки в бюджет региона. Генеральная уборка города. В преддверии весеннего паводка с улицы вывезут снег. В каких районах работы начнутся уже сегодня? Кто виноват? Нет ни ограждения, ничего. И всем наплевать, что могут зайти дети. Прокуратура начала проверку по факту обрушения дома на Нейбута. И поборется за место в суперфинале. В Омске определили лучших сноубордистов. Несколько минут назад в законодательном собрании региона закончилось внеплановое заседание. На рассмотрении был проект закона о внесении изменений в областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В частности, парламентариям необходимо было распределить дополнительные 8,5 миллиардов рублей, выделение которых из федеральной казны удалось договориться в главе региона Александру Буркову. Предполагается, что 2,2 миллиарда направят на повышение заработной платы бюджетника. Полтора миллиарда уйдут в дорожный фонд. 1,3 миллиарда на сельское хозяйство. По 780 миллионов на ремонт школ, больниц, учреждений культуры, приобретение оборудования. Более 70 миллионов рублей выделят на поддержку малого и среднего бизнеса. В законодательном собрании сейчас работает Анастасия Галаева. Она сообщит подробности из заседания уже в следующем выпуске «Час новостей». Сегодня в Омске стартует массовая уборка снега. Так, в регионе начинаются мероприятия по подготовке к весеннему паводку. Командорожники расчистят дворы и проезды. В городские округа снега уборочная техника будет заходить по графику. Так, сегодня и завтра порядок наводить будут в Кировском округе вдоль улицы Дианово. До четверга снег будут вывозить с улицы Моторной в Ленинском округе. В Октябрьском работы пройдут на улице Третьей Молодежной. Новые 8 февраля от снега расчистят 25-ю линию. 9-го и 10-го снег уберут с улицы Масленниково. В Советском округе техника пройдет по улице Андрианово и 22-го апреля. На время работы Мичей просят убрать припаркованные автомобили, чтобы не создавать трудности при вывозе снега. Омская прокуратура проверит все аварийные дома города, подлежащие сносом. Накануне около 5 часов вечера на улице Нейбута произошла трагедия. Пала стена Ветхого дома. Под завалами погибли двое мужчин. Известно, что это были подопечные Центра социальной адаптации 46 и 52 лет. Предположительно, еще днем они покинули госучреждение и отправились к аварийной постройке, чтобы разобрать деревянное здание на стройматериалы. Установлено, что двухэтажный аварийный дом на улице Нейбута был расселен еще летом 2017 года. Погибшие мужчины находились в этом аварийном здании незаконно. По-видимому, они разбирали стену и вследствие чего произошло обрушение. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины случившегося. И дана правовая оценка действиям органов местного самоуправления, которые должны были обеспечить надлежащую охрану аварийного здания. Дом на Нейбута был признан аварийным и расселен в 2017 году. Домская мэрия заключила тогда договор по сносу ветхвостроения с частной организацией. Эта же фирма была обязана на время работы выставить круглосуточную охрану вокруг здания. Частично фирма начала разбирать дом на Нейбута, однако при этом так и не установила даже ограждение. Любопытно, что чуть больше месяца назад видеообзор опасной постройки выложил в интернет амич Александр Шаранихин. В своем ролике мужчина обращает внимание, что здание буквально разваливается на глазах, при этом поблизости ходят люди и играют дети. Вот уже больше месяца на улице Арноды Нейбута ломают старый дом. Вот уже начали ломать перекрытие. Нет ни ограждения, ничего. И всем наплевать, что могут зайти дети, на них может что-нибудь обрушиться, либо просто бомжи погреться зайдут. Когда погибнет ребенок или взрослый, тогда все забегают. Добавлю, в марте прошлого года прокуратура уже обращала внимание мэрии, что некоторые ветхие постройки в Омске угрожают безопасности людей, должно быть в срочном порядке снесены. В представлении был внесен и случай обрушения аварийного нежилого дома по второму бытевому переулку, который также никем не охранялся. Тогда, к счастью, никто не погиб, однако спустя год развалины, оставшиеся после обрушения двухэтажной постройки, не разобраны. При этом многие мячи в соцсетях говорят, что на ней будто есть еще несколько аварийных домов, которые могут обвалиться в любой момент. Врачи Омского областного онкодиспансера отвечают на вопросы жителей области по горячей линии. Акция проходит в рамках Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями. Он приходится на 4 февраля. Звонки принимают сегодня с 10 утра до 3 часов дня. Ранняя диагностика рака существенно повышает шансы на полное выздоровление. Поэтому в Омской области в 2017 году скрининговые обследования на выявление заболевания прошли более миллиона человек. И, согласно статистике, обнаружить рак на ранних стадиях удается более чем в 50% случаев. Телефон горячей линии 60 17 61 или 30 47 36. Они помогают ветеранам, улучшают городскую экологию, работают на спортивных матчах и организовывают выставки. А теперь еще проводят митинги добра. На площади библиотеки имени Пушкина сотни волонтеров провели масштабную акцию, во время которой рассказали о своих уже состоявшихся проектах и поделились мнением, почему важно делать добро ежедневно. Необычным митингом добровольцы открыли год волонтера. На символичной 2018-й у них уже запланированы десятки мероприятий о самых важных добровольческих проектах. Екатерина Булучевская. На площади у библиотеки имени Пушкина самые добрые омичи. Сотни волонтеров пришли сюда, чтобы рассказать о своих новых проектах, а заодно предложить всем неравнодушным присоединиться к ним. Ведь начать делать добро никогда не поздно. Тем более в этом году, который президент России Владимир Путин объявил годом волонтера. Он в своем послании сказал, что каждый гражданин должен делать свой личный вклад в дело развития нашего общества. Это волонтерское движение, добровольчество, это пожертвования должны быть. И вот у нас впереди чемпионат будет мира по футболу. Опять волонтеры здесь востребуют. То есть очень много приложений сил. Это очень хорошая добрая помощь. И каждый, я думаю, будет получать волонтер удовольствие от того, что он сделал доброе дело. Ну а добрые дела, вы знаете, возвращаются. Сегодня в нашем регионе почти 50 тысяч волонтеров. Они помогают нуждающимся в заботе старикам, создают центры для особенных детей, ухаживают за животными в приютах. Причем все добрые дела эти люди делают абсолютно безвозмездно. Ведь, как они сами говорят, волонтер – это не работа, это состояние души. А еще называют себя большой волонтерской семьей. И, как мы видим, семья действительно большая. На митинг пришли не только представители молодежи, но и пенсионеры. Волонтерство – это уникальный социальный феномен. Деятельность добровольцев охватывает почти все сферы жизни. И, тем не менее, ежегодно в Омской области появляются новые волонтерские направления. Например, в прошлом году, который, напомню, был объявлен годом экологии, наши добровольцы реализовали десятки проектов по очистке водоемов, благоустройству территорий, высадке деревьев. А для ценителей искусства неравнодушные студенты из аграрного и педагогического университетов организовывали выставки, проводили культурно-исторические квесты. Мы разработали программу, которая расширит нашу повестку. А именно это мирные истории России и СССР. Например, мы будем рассказывать в наших исторических квестах о героях СССР, героях России, которые совершили поступки в мирное время. Это просто обычные люди, великие спортсмены, параолимпийцы и не только. Также мы рассказываем о великих открытиях России. А еще омские волонтеры уже несколько лет рискуя собственной жизнью выезжают со спасателями на пожары, ликвидируют последствия паводка и организуют поисковые операции. Невозможно забыть историю Саши Спиркиной, когда за 10 часов две сотни волонтеров нашли пропавшую трехлетнюю малышку в труднопроходимых лесах Омского района. К слову, в этом знаковом для добровольцев году будет создан специальный реестр, объединяющий все волонтерские организации. С помощью этого документа нуждающиеся в поддержке АМИЧИ смогут лично обратиться к добровольцам. А еще такая электронная база данных пригодится тем, кто захочет присоединиться к людям с большими открытыми сердцами. Просто кто-то из нас еще не понял, что он тоже добровольец, он не понял, что он готов делать добрые дела. Но рано или поздно частичка добра в его сердце обязательно проснется. Екатерина Булучевская, Вадим Насардинов, 12 канал. В селе Ульяновка Омского района презентовали новый спортивный зал. Событие стало праздником для местной детворы, которые с нетерпением ждали возможности посещать спортивные секции рядом с домом. Затраты на ремонт зала, душевых, раздевалок и покупку спортинвентаря составили почти 2 миллиона рублей. Из них 2 трети – федеральные средства. Спортивные объекты в школах региона ремонтируют в рамках партийного проекта «Единой России». Только в Омском районе обновили уже 4 спортивных зала. Подробности у Екатерины Лушниковой. Вот так торжественно с участием всех учеников школы в Ульяновке открыли обновленный спортивный зал. Для местных ребятишек это действительно праздник. Многие из них уже завтра придут сюда заниматься баскетболом, волейболом или настольным теннисом. В сравнении с тем, что было, этот новый зал – это новая жизнь, наверное, для школы и для, надеюсь, спортивной жизни в том числе. Потому что зал действительно очень хороший. Ремонт спортивного зала в Ульяновской средней школе провели в рамках реализации партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия». На территории Омского муниципального района это уже четвертый зал, обновленный с привлечением средств из бюджетов всех уровней. Партия «Единая Россия» инициирует проект, который называется «Детский спорт». У нас сегодня есть возможность через наших депутатов Государственной Думы привлекать значительные средства на создание вот такой комфортной спортивной среды. Это и строительство бассейнов для студентов, физкультурно-оздоровительных комплексов и, конечно же, реконструкция спортивных залов в сельских школах. Пока зал ремонтировали, ульяновские подростки вынуждены были ездить на городские спортплощадки или вовсе забросили спорт. Теперь заниматься в секциях они могут рядом с домом. Кроме того, в ульяновку курсирует школьный автобус из соседних сел Травкино и Густавьево. Почетным гостем на школьном празднике стал мастер спорта по смешанным единоборствам Александр Шлеменко. По его мнению, для того, чтобы привлекать молодежь к здоровому образу жизни, сейчас в регионе созданы все условия. Чтобы развить гармоничного гражданина, как раз в школе и есть уроки физической культуры. И самое главное, хорошо, когда создаются прекрасные условия для того, чтобы дети могли тренироваться. И от них требовалось только желание. Обновление спортивных объектов в Омском районе продолжится и в 2018 году. За счет средств муниципального бюджета спортивные залы будут отремонтированы еще в пяти сельских школах. Екатерина Лушникова, Сергей Гаев, 12 канал. В Омске определили лучших сноубордистов, которые поборются за первое место в суперфинале фестиваля сноуборда. Свое мастерство спортсмены демонстрировали в двух дисциплинах. Джибинге, где предполагаются акробатические прыжки. Не менее зрелищным оказался и БГР, где прыгали с трамплина, выполняя в полете трюки. Состязания в нашем городе прошли в поддержку Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске. Своими эмоциями от увиденного поделится Никита Смирнов. Чтобы так кататься на сноуборде, учиться нужно не один год. Андрей Швалев встал на доску 6 лет назад. Говорит, оттачивает мастерство чуть ли не ежедневно. Терять навыки здесь нельзя. Сноуборд перерывов не прощает. Начинал я так же в Омске с друзьями. Как бы понимая, да, что равнина вокруг, условия сложные, но когда охота, это не является преградой. Охота кататься, приходится выкручиваться. Фестиваль сноубординга в экстрим-парке Сибирского университета физкультуры и спорта в этом году посвящен Всемирной зимней универсиаде 2019 в Красноярске. Омск входит в число 9 городов, где будут набирать волонтеров для обслуживания техмасштабных соревнований. Об этом объявили 6 декабря. Сноубордисты соперничают в трех этапах. 15 любителей соревнуются по двум направлениям. Джибинг, акробатические трюки и бикэр, прыжки из трамплина. Эти виды спорта, они очень популярны, особенно в молодежной среде. Сейчас все больше и больше людей вовлекается в занятия сноубордингом. И я думаю, что это достойно поддержки, как и, впрочем, любой другой вид спорта. Ну а Омская область – это традиционно такой спортивный регион. Гостям фестиваля также предоставляли возможность встать на сноуборд. Ну вот, вроде одели. Теперь встаем. Опа! Носки поднимаем к себе. Изменяя угол закантовки носки к себе. То есть мы учимся тормозить. Тянешь, тянешь все. То есть должен измениться угол закантовки доски. А, то есть нужно вот так вот? Носки все надо потянуть. Да. То есть сюда должно быть расстояние между доской и склоном. Тогда доска у тебя будет скользить. Все, поехали! Вроде еду. Абсолютные победители фестиваля сноубординга станут известны 18 февраля, когда пройдет заключительный этап состязаний. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Пластиковые окна. Ходил раньше Иван из Горьковского за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь сельдь свежемороженое. Всего 65 рублей за килограмм. Вот это цены! Экономит теперь Иван. И на новый мотоцикл копит. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. Компания «Форус». Кухни, шкафы-купе на заказ. Окна ПВХ, остекление балконов. Достойное качество, доступные цены. Телефон 635-00. Рассрочка без переплаты. Мейджор-экспресс. Движение вперед. Внимание к деталям. О погоде спонсор прогноза потребительский кооператив «Новая Сибирь». Сегодня 5 февраля по области в Омске переменная облачность без осадков. Температура воздуха в районах 14-18 градусов, в холода в Омске минус 19-14. Ветер западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. 8 лет с вами. «Новая Сибирь». Заключи договор по акции и получи проценты в день обращения. Телефон 25 85 26. Это все новости к этому часу. Далее на 12-м канале программа «Спортивный регион». Увидимся в 14 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин